Всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. И сегодня я хочу рассказать вам про кисточки, которые я использую в рисовании. Пользуюсь я программой SAI, полное название этой программы Paint Tool SAI. Хочу сказать, что я использую не так много кисточек. В начале своего пути дигитального рисования я использовала всего лишь две кисточки в программе SAI. Те стандартные кисточки, которые там идут. Даже как-то не заморачивалась с настройками, с какими-то другими кисточками. Я понимаю, что была неправа, потому что различные кисточки, различные вариации этих кистей, они как-то облегчают жизнь художника. Сегодня я расскажу вам про кисти, которые я использую в своих работах. Также я вам покажу настройки этих кистей, чтобы вы могли настроить, чтобы вы могли посмотреть, сами поюзать эти кисти, где-нибудь их применить в своих работах. Я вам покажу, где можно использовать эти кисти, где я их применяю. Вы можете для себя попробовать сами придумать, решить, где их использовать, это не какое-то четкое правило, что вот так должно быть, если я этой кисточкой рисую листочки или я рисую какой-то фон, так оно и должно быть. Нет, вы можете использовать эти кисти как вам нравится, вы можете придумывать, фантазировать с этими кисточками, пробовать, экспериментировать. Сегодня я вам расскажу просто про кисточки, я не буду углубляться в настройки, какие там должны быть и как их настраивать, я вам просто покажу панельку настроек, что вы могли для себя взять и настроить. Если вы хотите более детальное видео о том, как же настраиваются кисти, что каждая функция в панели каждой кисточки значит, напишите мне в комментариях, я обязательно сниму для вас это видео, потому что я хочу поделиться опытом. Для того, чтобы вам было очень удобно, комфортно рисовать и чтобы вы знали, как это все строится, как это все выглядит, как это все делается. Все это не так уж и сложно, все легко, если будет интересно, пишите, я обязательно сниму для вас это видео. Первый инструмент, который я использую, это инструмент карандаш. У этого инструмента твердые края, покажу как он рисует, вот так он выглядит. То есть у него твердые края по всей окружности идут. Минус этого инструмента, что он не смешивается, если взять два разных цвета, он никак между собой не смешивается. Этот инструмент хорош тем, чтобы рисовать контур или прорисовывать какие-нибудь там мелкие детали. То есть этим инструментом я раньше ланила все свои картинки. Сейчас я этим инструментом не пользуюсь. Я использую в основном инструмент кисть, называется браш на панели. У него тоже твердые края, но сверху и снизу у него края мягкие. Он смешивается между собой, он смешивает цвет. Очень хорошо видите, как можно делать. Этим инструментом в данный момент времени я рисую лайны. Я использую маленький размер кисти и прорисовываю свою картинку именно линиями. Следующая кисточка, которую я использую, здесь написано Water Color, такая капелька нарисована. Эта кисточка, она имитирует кисточку акварельную. Этот инструмент я использую для того, чтобы разглаживать более четкие края. Вот у меня есть, я рисую тени. Вот в основном я его использую для теней. Сейчас я вам покажу. Вот, например, у меня есть такой вот кружочек. Так, и я сделаю для него какую-нибудь тень. Например, у меня есть тень, да? И вот этой кисточкой я, здесь можно выбрать значение, насколько она будет твердой или мягкой. Давайте возьмем такое среднее. И можно вот так растушевывать именно вот эту границу, четкую границу для того, чтобы получить такой вот мягкий переход. Ну вот, видите, получается такая вот мягкая тень. Вот этот инструмент я использую для того, чтобы делать такие вот тени, делать объем на своих картинках. Еще забыла вам сказать, что, вот вернусь к этому инструменту кисть, я его использую для того, чтобы еще рисовать скетчи. Я делаю интенсивность 50%, здесь написано вот интенсивность 50%, ну 47-50, и рисую таким образом скетчи. То есть он такой вот полупрозрачный получается, и можно вот этот контур наслаивать, наслаивать, и хорошо им рисовать какой-нибудь скетч. Мне очень удобно. Пока что я вот на этом остановилась, мне это очень-очень нравится. Именно таким способом рисовать скетчи. То есть можно вот так это использовать. Когда у вас приблизительно скетч готов, можно его сделать таким более полупрозрачным, и на новом слое уже тем же инструментом прорисовываю линии. То есть делаю интенсивность 100% и уже прорисовываю сам по себе рисунок. Таким образом это получается. Ну и так далее. Следующий инструмент, который у меня здесь есть, у меня здесь есть инструмент линии. Вот так он выглядит. Я вот уже не помню, где я его применяла. Вроде бы я где-то рисовала им какую-то зелень. Тут у меня было дерево, и я на фоне листьев такие прорисовывала, прорисовывала как бы штучки, типа такие вот, как листочки. Но это я раньше так пробовала, потому что у меня не было другой кисточки. Я таким образом прорисовывала якобы листочки. Это у меня были такие листочки. Этот инструмент тоже смешивается. Видно, что его можно смешивать. Накладывать цвет и вот так намешивать. Я думаю, можно еще этим инструментом прорисовывать какую-нибудь там шерсть. Вот так прикольно получается. Цвет потемнее. И рисовать. Вот так. Вот так. Можно делать именно вот для такого случая. Можно использовать эту кисточку, чтобы делать какие-нибудь такие пушистые вещи. Следующий инструмент, который у меня здесь есть, нарисовываются волосы. Давайте возьмем такой цвет коричневый. Это же у нас волосы будут. Ой, опять слой. Создаем слой и рисуем. То есть у него такой вот верх и низ линии, он получается заостренный. Им очень хорошо рисовать такие вот, как локны. Волосы. Вот этим инструментом я рисую в своих картинках волосы. Видно, что можно делать вот таким образом. Объемные волоски. Этот инструмент тоже хорошо смешивает цвета. Поэтому можно вот так, я все это рисую на одном слое. Все на одном слое, так можно все намешивать. Брать потемнее или посветлее цвет. И вот так все красиво перемешивать. Видите, как красиво, красиво все получается. Также можно этим же инструментом рисовать какую-нибудь там траву. Тоже можно. Получается такая трава. Чем сильнее вы нажимаете на перо, тем получается толще линия. Если вы нажимаете легче, легонечко нажимаете, то выходит такая тоненькая линия. И под конец, конечно же, нужно отпускать перо, чтобы получился такой остренький конец линии. Видите, если полностью провести, сильно нажимая на перо, выходит такая вот сплошная линия. А если под конец его так легонечко отпустить, вот как будто вы кисточкой рисуете. Получается вот такая вот интересная форма. Вот. Также можно и рисовать. Можно даже какие-нибудь листочки тоже рисовать. Прорисовывать. У нас получился какой-нибудь такой листочек. Вот такие всякие можно штучки рисовать этим инструментом. Очень полезный инструмент. Я его очень часто использую. Следующий инструмент у меня тут есть скетч. но я его использую очень-очень редко. Как-то одно время рисовала им скетчи, но сейчас я его так часто не использую. У него такая вот интересная текстура. в этой кистью. Так он выглядит. Следующий инструмент. Тут у меня написан листок. Это для таких вот тоже рисования листочков на дереве. он идет тоже с таким вот острым краем. Если легонечко отпускать, получается такой острый край. Если проводить сильно, то выходит такой вот как прямоугольник. То есть вы рисуете какое-нибудь там деревце. Давайте деревце какой-нибудь нарисуем. Какое-нибудь дерево. И сверху мы рисуем вот такие вот, давайте возьмем зеленые листочки. Какие-то синие получились, зеленые. То есть очень хорошо и очень удобно рисовать. Еще пару листочков упало на землю. Ну вот такой вот инструмент тоже очень классный. Я его использую часто. И можно тоже рисовать какие-нибудь конфетти. Давайте покажу какого-нибудь там конфетти разноцветные. Следующий инструмент у меня идет фон. Он такими идет полосочками. Я его иногда использую для того, чтобы делать какой-нибудь фон. Он так тоже наслаивается, наслаивается и получается более насыщенный цвет. А такими мазочками можно делать какой-нибудь такой вот интересный вариант фона. Следующий инструмент, который у меня здесь есть. Как это полоски называется. Его я использовала последний раз в своей работе. Я рисовала там иголочки для елки. Ну там были такие елочные веточки. И там я прорисовывала вот такие вот иголочки. У меня был, припустим, фон. У меня был фон. И поверх этого фона я рисовала вот такие вот иголочки. Такая вот имитация иголочек. Эта кисточка чем-то похожа на кисточку листок. Видите, она тоже такая вот. Можно ей тоже рисовать такие квадратные штучки. Но она отличается тем, что, видите, она идет такая вся плотная. А инструмент, ну я назвала его полоски, если вот так провести, он идет с такими вот, как прожилками, с полосочками. И потому, когда рисовать вот елочку, вот иголочки, да, очень похоже, как будто это там действительно какие-то такие иголочки. Вот этот инструмент такой вот полупрозрачный, его можно вот так вот наслаивать, наслаивать, друг на друга делать там какие-то участки потемнее, где-то посветлее. Таким образом оно все рисуется. Все очень просто, легко, нет ничего сложного в этом. Можете тоже попробовать, исследовать. Также этим инструментом я рисовала конфетти, такие картинки. Можно какие-нибудь тоже рисовать пушистые вещи, например, давайте возьмем вот такой кружочек. У вас должна быть какая-нибудь вот такая вот база, фон, подложка, можно назвать подложкой. И наверх, поверх ее, на верхнем слое рисовать уже всякие такие элементы. Можно какой-то такой вот нарисовать пушистый шарик. Где-то посветлее, где-то потемнее и получается вот такая вот, можно сказать, в другом слове такая вот шапочка. Это какие-то огурцы. Шапка и огурцы. Вот такие кисточки я использую в своей работе. У меня их не так уж и много, но пока что я ими довольна. И у меня в планах еще изучить некоторые другие кисти. Бывает так, что если мне в работе нужна какая-нибудь кисть, я ее нахожу в интернете, смотрю, настраиваю, если она мне нравится. Со временем я ее оставляю у себя здесь в панельке, сохраняю. Есть вот еще такой инструмент, называется маркер. Я его только недавно начала юзать. Вот чем-то мне напоминает эффект фломастеров копик. Такие же они полупрозрачные. Тоже можно намешивать цвета. Очень прикольно. Я вот хочу сейчас попробовать побольше порисовать вот этим маркером. Разукрашивать, чтобы посмотреть и понять, как он себя ведет в работе, этот инструмент. Тоже очень прикольно. Можете к нему присмотреться и проэкспериментировать. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас интересным, полезным. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, потому что я еще буду снимать видео о том, где же искать вдохновение. Также у меня будет видео на тему советы для начинающих художников. Также я поделюсь в некоторых видео своим опытом жизненным, опытом творческим. Спасибо, что были все это время со мной. До скорой встречи. Пока-пока.